Не глядяши на молоды узрост, Денису Колосу только 19 годов. У бильярдным спорте он человек вядомы. Кляча 300 международных встреч и немаленький спис тытулов. Уладальник бронзовых и серебряных медалёв першинства в свету и восьмиразовый чемпион Беларуси во взростовой категории до 18 годов. Двухразовый серебряный призёр Кубка Свету и чемпион Беларуси сярод дорослых. Зараз Денис рыхтуется до удела у чемпионате света, який у середине этого месяца пройдет в России. Кажется, что будет смагаться за узнагороды, головное настроиться отповедным чином. Як и в инших видах спорта, в бильярде у вогу лишь мат залежит от удачи и психологичной устойливости. Хоть и наявность дольностей и опыту так само мая великое значение. Максима ясше применение неких математичных разликов, хоть сам Денис ими не корыстается. Математическая способность, ну геометрия может немного. Но я как-то на самом деле никогда особо не пользовался геометрией во время игры. Так просто все наигранность, наигранность. Играешь, играешь, запоминаешь, как от бортов шары отходят. Не использовал геометрию, математику, физику, никогда ничего не использовал в бильярде. Мне кажется, вообще это миф, что если ты знаешь физику и геометрию, ты будешь хорошо играть, нет, не будешь. Как вид спорта, бильярд относно молоды. Белорусская федерация, например, была створена только в 1998 году. Однако, навод за этот относно невеликий час, Гумельская область выховала шмат знакомитых бильярдистов. В областном объединении федерации бильярдного спорта кажут, что это в области вельми демократичный вид спорта, для занятков, которым нема практически никаких обмежеваний. Сегодня бильярдом займаются аматеры от 7 до 70 годов. Хоть задашу подрыхтовки спортсменов высокого узровня и отримания призовых местов на престижных споборництвах так само никто не отменял. С этой нагоды у Калинковича распорцевали положение и провели уже три клубки славянских держав. А зараз рыхтуются принять чемпионат Европы. В апреле месяце в 2018 году у нас будет очень представительный турнир чемпионат Европы по бильярдному спорту. Минимум, ожидаем, 15 стран к нам приедут участвовать. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Калинковичу.